Всем привет, меня зовут Юлия, вы на канале Буки в руки, на канале с моим субъективным мнением о книгах. Сегодня расскажу вам о прочитанном за инвайл, но перед этим хочу вернуться к одной книге, о которой я забыла в прочитанном за декабрь. Итак, барабанная дробь, я познакомилась с Гарри Поттером. Гарри Поттер и философский камень рассказывают нам о маленьком мальчике, который после смерти родителей вынужден жить с неприятными дядей, тетей и их сынов. И вот в свой 11 день рождения он узнает о том, что существует еще параллельный мир. С волшебниками, к которым относились, кстати, и его родители, и относится он сам. И так как ему уже есть 11, он получает приглашение в колу магии, известную по всему волшебному миру и среди нас с вами, как Хогуртс. Там ему предстоит учиться, найти друзей, соперников и провести свои лучшие качества в борьбе с излом, которая решила вернуться в мир и воплотиться в чем-то более осязаемом. Итак, что я могу сказать про эту книгу? Для меня она осталась не более чем детской. Персонажи хоть и живые, но тем не менее клишированные. Довольно простой сюжет. Однако я продолжу знакомство, потому что это Гарри Поттер, знаменитый Гарри Поттер. Ну и плюс люди, с которыми я читала эту книгу, горячо любят эту серию. И обещали мне, что с каждой книгой будет все сложнее и интереснее. А также намекнули на то, что нужно следить за Дамблдором, потому что он не так прост, как кажется, и потому что у него идет параллельно своя игра. То есть мы следим за Гарри Поттером, за тем, что с ним происходит, и желательно еще и за Дамблдором. Поэтому продолжу и скажу, что с каким-то неудовольствием это сделаю, потому что атмосфера в книге все-таки своя особенная есть. Ну вот теперь я смело могу рассказывать про первую книгу января, и непреднамеренно это снова Джоан Роулинг и ее рождественский поросенок. Книга начинается с того, что маленький мальчик переживает развод родителей, и все свое горе и отчаяние он выплюскивает старенькому потрепанному поросенку, который с ним находится с самого-самого детства. Проходит время, и мама Джека решает, что пора перебираться поближе к родителям, потому что это более выгодно, более удобно для нее. И снова все волнение, все тревоги, которые Джек испытывает из-за переезда, из-за смены школы, из-за того, что нужно расстаться со старыми знакомыми, подружиться с новыми знакомыми, выливаются на маленького поросенка. Проходит время, жизнь налаживается не только у Джека, но и у мамы, и в семью выходит мужчина, причем мужчина, у которого от первого брака тоже есть дочка. Она постарше Джека, и вот здесь это были первые эмоции, которые я испытала за всю книгу, и, к сожалению, они были негативные, потому что эта девочка, я понимаю, что переходный возраст, но вела она себя отвратительно. При этом ей особо, я даже не заметила, чтобы делали замечания, ну, кроме каких-то совсем там уже ситуациях неприемлемых. С другой стороны, когда у Джека была сложная ситуация, на самом деле он очень переживал, ему замечания сделали по поводу его поведения. Вот такой момент меня немножко смутил. Получается так, что Джек потерял своего поросенка. И под Новый год, вернее, под Рождество католическое, он отправится на его поиски. Вот здесь Роулин придумал интересный мир, потому что она рассказывает про потерянные вещи, которые находятся в определенных городах до того момента, когда их не найдут. Ну, например, Ольда-Гдежа, это город, в котором находятся вещи, которые потерялись, но которые нужны постоянно, то есть их в любом случае найдут. И вот по таким городам Джек путешествует в поисках своего поросенка. В принципе, мир интересный, мир новый. Но меня смутило желание Роулинг влиять на детский мозг и вдалбливать им, что массовое потребление это плохо, что надо, чтобы у тебя была одна игрушка, и ты ее любил. И берег ее, и заботился о ней. Не имея ничего против осознанного пользования, но было бы лучше, если бы эта идея была подана мягче и как-то более скрыта, возможно, потому что, когда тебе выстреливают таким вот негативным отношением к массовому потреблению в лоб, это не очень хорошо. Тем более, я не думаю, что многие дети сразу считают этот контекст. Для кого была эта книга для детей про потерянного поросенка или для родителей, чтобы они учили своих детей относиться бережно к вещам? Я пока не разобралась, но надеюсь, что следующая книга января будет лучше. Книга Джей Кристофа «Ни ночь» начинается как стандартный янг кодалт, и, возможно, вас это разочарует, и книга останется непрочитанной, непройдивой порог в 100 страниц. На этих 100 страницах нас ждет типичная завязка про девушку, которая решает стать ассасином для того, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Она уже прошла курс молодого бойца на улицах под руководством старого убийцы, который отчасти ей заменил родных. И теперь для того, чтобы повысить свои навыки, она отправляется в место, где обучением убийц занимаются уже всерьез. При этом девушка не из простых, в том плане, что когда она испытала колоссальное потрясение, наблюдая за казнью отца, у нее появилась старая тень. Она не сразу догадывается, что у нее теперь есть такой своеобразный спутник, но когда МИИ требуется помощь, тень помогает и принимает форму кота. Ну, котиков любят все. К тому моменту, как девушка добирается до места сбора, сюжет набирает обороты, и он будет и мрачным, и динамичным, и небанальным. Да и главная героиня порадует своей целеустремленностью, логичностью своих действий и, в принципе, большим количеством серого вещества в голове. Но, то самое но, почему я эту серию продолжать не буду. Во-первых, сам мир, потому что он мрачный, жуткий, разлагающийся, начиная от трущоб и заканчивая сенатским дворцом. Я не люблю находиться в такой атмосфере. Я не люблю, когда нет никакого даже лучика света, лучика надежды. Во-вторых, как ни странно, это сама МИИ, потому что, несмотря на все свои прекрасные качества, она не вызвала у меня сопереживания, и следить за ней мне неинтересно. Но, если учесть, что нам практически на первых страницах же говорят о том, что все с ней будет хорошо, ну, тем более становится неинтересно наблюдать за тем, как девушка движется. Возможно, если бы я к ней как-то прикипела, было бы другое отношение. Мне было бы любопытно узнать, как она будет меняться и добиваться своей цели. Здесь нет. Ну, и третий, наверное, самый раздражающий момент – это количество сносок. Я понимаю, что автор придумал интересный довольно-таки мир, и, наверное, ему хотелось по максимуму про него рассказать, но он не смог вписать как-то органично это в основной сюжет, и поэтому сносок тут очень-очень много. Они мелким шрифтом, и иногда бывает вот так основного текста, и вот так вот на странице мелким шрифтом сноски, пояснения. Это, конечно, расширяет мир, но как же это отвлекает от сюжета самого, и как это напрягает, вы себе не представляете. Что ж, читаем дальше. Надеюсь, что все-таки в январе будет книга, которую я буду только хвалить, пока таких нет. Я когда в прошлом кусочке говорила о том, что мне хочется найти книгу, которую не хотелось бы ругать, я, в принципе, уже догадывала, что эта книга будет это вот. Долгое было у меня с ней знакомство. Первый раз слушала в аудио в формате, мне понравилось абсолютно. Я была в том лагере читателей, которые говорили о том, что эта книга навешивает ярлыки на женщин, о том, что эта книга не видит перед собой развитие женского. То есть вот дом, очаг, семья, дети, все, больше ничего. Для женщины ничего, никогда, и вот только этим занимайся. Меня это очень сильно предъявило. Я понимала, что это же какой-то ужас, зачем дочитают, и как это вообще можно было читать, и как бедные женщины жили плохо. Но спасибо моей подруге Светлане, из-за которой мне пришлось перечитывать «Маленьких женщин» второй раз, именно читать. Может быть, это сыграло роль. В первый раз я же слушала. Я поняла в тот раз, что это очень хорошая книга. Поэтому у меня теперь есть татарология замечательная. Несколько раз уже перечитаны «Маленькие женщины», второй раз я перечитывала «Хороших жен», и с историями про мальчишек знакомилась в первый раз. Если на самом деле убрать манеру письма, манеру подачи, которая соответствует XIX веку, приглушить немножко своё внимание на морализаторстве и религиозных вот этих моментах, то вы поймёте, что эта книга — это кладезь житейской мудрости. Если прям с примерами, то свежий пример буквально в этот перечит открыл для себя один момент важный. Когда Джо приходит к маме, кается в своём грехе, а её один из грехов — это гнев, и они разговаривают с матерью маме и говорят, что у неё тоже такой грех есть, и что она с ним борется постоянно. Я так посидела, подумала и поняла, что за мной этот грехов тоже водится. Особенно в последнее время я становлюсь вспыльчей, потому что маленький ребёнок, и когда рассеянное внимание, это тяжело с этим справляться. Я на самом деле стала замечать, что я, бывает, подкрикиваю. Поэтому я завела себе трекер «Гнела». И когда где-то с 7 февраля я его вела, я когда на результат посмотрела, я поняла, что с этим надо работать. В том числе кладезь психологических пунктиков. Очень рекомендую. Сейчас я стараюсь как-то нивелировать, я понимаю, когда я начинаю уставать, когда я начинаю уже так подкипать. Я стараюсь либо выходить из ситуации, либо как-то менять фокус. Спасибо за это этой книге. Потом личный мой пример, когда я перерасчитала «Хороших жен», меня до глубины души возмутило, что Мэг приходится своим мужем советоваться о тратах. Она там ему показывает тетрадки, вот на что потратила, на сколько потратила. У меня просто муж очень любит вести вот эти вот таблички с тратами, с приходом, с расходом. Он как-то и меня пытался к этому приучить. Я понимаю, что это правильно и полезно. Это называется финансовая грамотность, насколько я знаю. Но меня это так раздражало. Я думаю, да чего ради там должна перед ним отчитываться? Да какого чёрта? В этот перечит я посмотрела на всё немножко по-другому. Потому что какой бы век ни был, как бы мы не ратовали за права женщин, мы остаёмся женщинами, так или иначе. Ну, процентов 80 из нас выходят замуж, вожают детей и ведут семейный быт. И вот теперь, если убрать момент, когда Мэг подходит с тетрадкой и отчитывается перед мужем, ну, согласитесь, когда траты крупные, вы их с мужем обсуждаете, если у вас один бюджет, и в основном они не зарабатывает он. А там такая ситуация была, что Мэг потратила просто больше, чем они в принципе могли себе позволить. При этом муж не сказал Мэг даже ни слова. То есть она поняла сама, что она сделала ошибку, провела над ней работу. Но это тоже деталь, которую нужно понимать, когда ты вступаешь в отношения, когда ты вступаешь в прах, что да, такие вопросы будут, и что их надо как-то решать. И нет в этом ничего такого плохого, и чего я там возмущалась, так что вот что же вот она вот должна-то тут кому-то. Ну, а если ты резвым на вещи посмотреть, я в восторге от нынешнего их перечитывания про маленьких мужчин и взрослую жизнь. Пока каких-то прям таких примеров не могу привести, потому что я их первый раз читала, мне надо, видимо, раза три прочитать, чтобы уже там вникнуть во всё. Но маленький мужчина рассказывает про школу, в которой учатся мальчишки. Учатся и из обеспеченных семей довольно, и с улицы буквально подобранные. Здесь рассматриваются разные ситуации именно мальчишеской жизни. Так как у меня мальчишка мой маленький ещё совсем, а я не мальчишка, то есть вот за маленьких женщин я переживала, потому что я на себя это могла перенести, то здесь мне показалось менее увлекательным, потому что я не могу себя с героями как-то соцсить, поэтому немножко не моё. Это вот конкретно мальчишеское произведение. Но, тем не менее, мне понравилось, как Олкот рассказывает про приём нового члена в группу какую-то, в сложившуюся. Мне понравилось, как Олкот показывает, что... Ну не то, что по-любому надо шанс давать, а то, что можно попробовать дать шанс и хотя бы посмотреть, что из этого вырастет. Мне понравилась история с кражей денег. И тут я могу сказать, что Олкот вполне может писать детективы, потому что я не догадалась, как на самом деле дела обстояли. То есть я предполагала, что там как-то нечисто, и вот это всё не так всё на поверхности, как кажется. Тем не менее, я так радовалась за персонажей, за некоторых. Мне очень понравилось, и она такая действительно мальчишеская, юная, и такое ощущение лета. При этом есть не только мальчики, но и девочки. Я хочу отметить, что Олкот со второй части своей тетралогии, в маленьких мужчинах, чуть меньше, но во взрослой жизни, эта последняя часть, уже очень чувствуется. Она перешла из лагеря людей, которые ратуют за домашний очаг, в лагере почему-то людей, которые за права женщин, за иммунитивацию. Здесь прямо этот момент чувствовался. Взрослая жизнь рассказывает про тех же самых мальчишек, которые выросли, и в общем-то они не поменялись. Их характери остались такими же, какие они остались. Для кого-то к лучшему, для кого-то к худшему. И они будут встречаться с какими-то своими жизненными уроками, и мы посмотрим затем, как они их преодолевают. Мне очень понравилось, что в конце Олкот не скатилась в какую-то романтичную прозу. Конец был очень жизненный, что даже меня, наверное, удивило, потому что я ожидала чего-то более сахарного. Но нет, чудо не случилось. Все очень так логично, разумно. И я когда закрыла книгу, я поняла, что года два я начну перечитывать, если не раньше. Очень рекомендую, мне очень нравится. И сейчас я скупаю просто все, что выходит у азбуки от Олкот. Мне так хотелось поделиться с вами эмоциями, что я забыла рассказать, о чем же первые-то две книги. Маленькие женщины рассказывают о семействе, которое осталось без отца. Он ушел на войну. И мы видим маму Марч, очень мудрая, очень хорошая, добрая женщина, которая учит своих девочек, их четыре штуки, справляться с жизненными трудностями и взрослеть. Четыре девочки. Самая старшая Мэг. И она хочет быть и жить более элегантной жизнью. Мы можем ей это простить, потому что когда-то семейство Марчей было богато. Она пытается вести себя как истинная леди, но, конечно, по возможности. Вторая по старшинству – это Джо. И это, как сказали бы сейчас, абсолютная пацанка. При этом у нее есть литературный дар. Третья Бесс. Домашняя девочка, которая не любит общаться, которая не любит новых людей. Очень замкнутая, очень тихая, но при этом радушная хозяйка и помощница для всей семьи. Четвертая, на момент именно маленьких женщин, для меня самый раздражающий персонаж, потому что Эмми. Она хочет быть похожа на Мэг, но при этом немножко не понимает и перебарщивает. Она строит из себя маленькую леди, пользуется сложными словами, значения которых не понимает. И это так забавно выглядит. Плюс она еще очень тщеславна и очень любит привлекать к себе внимание, быть в центре внимания. Это, конечно, и тоже на пользу не пойдет, она свои уроки получит. Хорошая жена рассказывает уже про взрослых девушек, которые ищут свою любовь, встречают свою любовь, начинают совместную жизнь. И то, с какими они там препятствиями, опять же, встречаются, мы с вами наблюдаем на этих страницах. Очень рекомендую снова же, потому что держу в руках и понимаю, что это просто сокровище, литературное сокровище. Но рассказать-то я вам пришла про другую книгу. Я прослушала недавно вторую книгу про графа Аверина. «Императорский див» она называлась. Она состоит из двух частей. Первая из которых рассказывает о том, как могут люди использовать животных или демонов, как в этом случае, и насколько люди могут быть похожи или даже хуже этих демонов. Очень интересно, очень этот социальный вопрос мне понравился, как поднимает автор. И мне понравилось, насколько там была продумана каждая деталь. Очень классная история. «Рождественские каникулы», по-моему, называется. А вторая история у нас больше завязана на «Императорского дива». И вот здесь та интрига, которую автор хотел сохранить до конца, но для меня она интригой не была, потому что я, в принципе, сразу догадалась, в чём дело. И мне поэтому не очень понравилась реакция самого Клубна. Потому что, во-первых, мы помним, как он относился к дивам в первой книге. То, что у него появился Кузя, и он пересмотрел своё отношение, не может так сильно повлиять на его восприятие истории в целом. И на его восприятие того, что происходит в стране на текущий момент. Я понимаю, что у него там другие заботы были. Он, в принципе, старался сохранить свою семью, спасти свою семью. Но правды в этом мне не хватило. Плюс у меня есть вопрос к автору. Возможно, это будет в третьей книге, но если мы понимаем, что демоны приходят из какого-то мира, что демоны там как-то выживают, что демоны, приходя сюда, они обогащаются какой-то памятью, если успевают, конечно. И эта память у них там в пустоши, в их, она не сразу стирается. Соответственно, демоны — это почти разумные существа. Почему эти почти разумные существа не объединились и давным-давно не напали на наш привычный мир, на мир графа Верина? Или почему они не объединились, находясь уже в нашем мире? Я вам ещё могу понять, их там сдерживают, в принципе. Но из пустоши-то неужели ни разу никто не пытался прорваться? Почему? А если учесть, что там находится демон, я так понимаю, тот самый страшный демон, с которым когда-то боролся императорский див, но он же тоже умён. Я понимаю, что Кузя — это уникальный див. Я понимаю, что Владимир — уникальный див. Но остальные-то... Я надеюсь, что эта тема будет раскрыта в третьей книге. Опять же, совершенно не моё. Мне нравится слушать. Но покупать бумаги я не буду, потому что это детективы, не мой жанр. Потому что, в принципе, когда я заканчиваю слушать книгу, у меня не остаётся ощущения того, что я хочу к этой истории вернуться. Я понимаю, что пересчитывать я не буду. Поэтому такие смазанные впечатления. Я поставлю четыре звезды этой книги, потому что она развлекает, потому что она здоровская. Но только четыре, потому что эта книга не для меня. Ну, такие впечатления. Предпоследней книгой января стал Тед Уильямс и его братья Ветра. Поставила этой книге пятёрку, потому что он умудрился за такой маленький объём абсолютно передать атмосферу того, о чём пишет. Мне очень нравится, когда ты открываешь книгу и проваливаешься туда. Ты понимаешь, что ты в другом мире, в другое время и общаешься не с человеком, а это другое существо. Изумительная вещь. И хотя нам говорят, что эта книга должна рассказывать о том, как Энелуки стал злодеем, на самом деле нет. Она рассказывает о том, что его смотивировало встать на путь злодея. Но это только самые-самые-самые начатки. Вообще книга рассказывает о его старшем браке, о Хакатре, который очень сильно пострадал в битве с драконом. И рассказывает эту историю оруженосец Хакатре, Паманкес. И мы понимаем, что в этом мире, помимо того, что есть Энелуки, есть Хакатре, есть ещё масса всяких несправедливостей и тайн, Паманкес не относится к зидае. Зидае – это высший уровень эльфов. Наверное, так можно назвать. Хотя здесь было упоминание о том, что люди называют их фейри. Меня это позабавило. А есть ещё Тинукидае. То есть это тоже эльфы, но попроще. И как раз Паманкес, оруженосец Хакатре, он относится к Тинукидае. Нам рассказывают про разницу в этих народностях. Нам рассказывается о том, как эти народы друг с другом взаимодействуют, кто к кому относится и как к кому кто относится. Ещё и на расстоянии. То есть вот нам показали Асуа, вот нам показали другой город. По-разному везде всё происходит. Удивляюсь, как Уильямс умудряется вот это вот всё в такой объём вложить. Плюс мне очень понравилось, что здесь автор делится с нами своей мудростью. Мне очень нравится, когда книга рассказывает не просто о каких-то приключениях, но ещё и делится мудростью. Потому что, когда ты читаешь и у тебя возникают определённые вопросы, современные и для тебя в том числе, это здорово. У меня здесь есть закладочки, и то здесь не все, потому что я частично читала в электронке, просто некоторые для себя так глазами отмечала, но потом забывала. Буду перечитывать, поэтому не расстраиваюсь. Мне очень понравилось, я очень могу вам рекомендовать, тем более, если вы не начинали ещё знакомиться с Эдном Уильямсом, то вот такая небольшая книжица, которая идёт вроде как первой ко всему, то есть она самая-самая первая в светлом арте должна быть, но я её читала получается после двух книг первой трилогии. Ничуть не пожалела, мне тут ничего, ничто не проспойлерировало, поэтому читайте, когда захотите. Но начинать с неё, да, наверное, было классно, потому что она небольшая, и вы познакомитесь и со стилем автора, и с тем, как он пишет, и с героями, с некоторыми, и познакомитесь с одним из его миров в светлом арте. Эду Уильямса могу только хвалить и петь ему дифирамбы. Буду знакомиться с Башней Зелёного Ангела, надеюсь, что в феврале успею. Очень хочется. Последняя книга января, которую я прочитала аккурат 31 числа, стала книга «Руководство по истреблению вампиров» от книжного клуба Южного округа. Автора и человека, который, видимо, любит длинные названия для своих книг Грейди Хендрикса. Очень сложно говорить про эту книгу, мне кажется, в ней есть несколько слоёв, и, наверное, самый такой очевидный это история про вампира, который решает поселиться в маленьком городе одного из южных штатов американских среди добропорядочных американцев и их семьи. Он хочет обустроить комфортно свой быт, не привлекать к себе внимания, постепенно ассимилировать с местным населением и самое неприятное в этом во всём это способ его питания. Вам не будет страшно, вам будет противно и мерзко. Это очень неприятный момент, который Хендрикс описал, ну вот максимально отвратительно. Неизвестно, сколько времени ему удалось бы обманывать окружающих, если бы не бдительные домохозяйки. И вот здесь мы подходим ко второму слою, потому что Грейди Хендрикс писатель очень психологичный. Он очень убедительно продемонстрировал отношения в семьях, когда мужчина доминирует. И я это называю тысяча один способ влиять на своих жен, ну или даже унижать своих жен. У нас есть несколько примеров мужей. Муж-психиатр, разговор с которым в принципе может заставить тебя сомневаться и в себе, и в том, что ты видела, и в том, что ты считаешь правильным. Муж-полицейский, который может угрожать физической расправой. Муж из религиозной семьи, который говорит, что вот ай-яй-яй, грех-грех, нельзя так делать, манипулирование верой. И есть муж-отстранятор, который говорит, что за чушь ты несешь? Вот нет, вот давай вот это вот, ты вот сейчас просто закрываешь свой рот, и мы идем домой. Мне понравилось, как Грейди Хендрикс эти моменты прописал, потому что они прямо за живое цепляют, ты не можешь на них не реагировать. Здорово, что у него это получилось. Плюс он указал такой момент, что на самом деле для меня удивительно, оказывается, до сих пор американцы себя делят на северные и южные штаты. Настолько это, видимо, у них в менталитете осталось, что вот это две разные половины страны. Интересно было об этом узнать. Ну и третий такой слой, о котором я уже сказала, это, наверное, можно сказать, библейская практически борьба добра со злом, потому что, ну в принципе, к вере и к Богу в книге настолько часто обращались, что пройти мимо этого момента было, конечно, тяжело. Что я могу сказать по своему отношению? Книга классная. Мне понравилась книжка, несмотря на все мерзкие моменты. Я думала, она меня просто развлечет, да, ну сначала боялась, что напугает, потом надеялась, что хотя бы развлечет меня при этом. На самом деле, она меня и развлекла, и заставила подумать над некоторыми моментами вообще в нашей жизни. Поэтому книга классная, не бойтесь читать, если, конечно, вы не очень перезглилы. Вот таким был январь. Лучшей я объявлю в этом месяце, конечно же, патрологию Луизы Мэй Олготт. На втором месте я бы поставила «Братья и ветра» Эдди Уильямса, и на третьем «Грейди Хендрикса». Это на самом деле хороший результат, и я сама удивлена, что настолько мне понравилась эта книга. Что ж, будем надеяться, что февраль будет не менее замечательным. Ждем новых книг, читаем, и до встречи!